Добрый день! Мы из Украины и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, для того, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 13 ноября и киевское время 14 часов. Итак, за прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отбивали атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовская, Стельмахевка, Луганской области, Торская, Бахмут, Белогоровка, Спорная, Торецк, Марьинка, Новомихайловка, Павловка в Донецкой области. Ну, надо отметить, что натиск российских войск, он ужесточается, количество атак увеличивается. К величайшему сожалению, вполне возможно, что войска, вышедшие с правого берега, особенно самые боеспособные части, которые выходили, как теперь выясняется, еще с 22 октября, с правого берега выводили технику и вооружение, теперь могут оказаться именно на Донецком направлении и усилить там частные военные компании, которые воевали до этого. Ну, а в освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются меры по стабилизации. Противник продолжает укрепление оборонительных линий на левом берегу Днепра. Продолжается выселение людей с 15-километровой зоны вдоль Днепра. То есть, они полностью защищают местность, чтобы никто не мог там смотреть и сдавать их позиции. И, фактически, они на левом берегу Днепра начали оборудовать, ну, я бы так сказал, линию обороны. Довольно серьезную, глубоко эшелонированную, дабы не допустить форсирования Днепра нашими войсками. За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных удара и 16 авиационных ударов. Также было нанесено более 40 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. Ну, к этим 4 надо добавить еще и, наверное, ракетный удар, который состоялся сегодня в первой половине дня в Черкасской области. Сейчас мы выясняем, там вроде бы как работало ПВО, было слышно 2 больших, точнее, мощных взрыва. Что конкретно пострадало пока и есть ли пострадавшие среди гражданского населения? Пока данных нет. Будем ждать, что нам скажут официальные источники. Под ударами ракет и авиации оказались более 20 населенных пунктов в Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областях. По оперативным направлениям. Ситуация на Волынском и Полесском направлении существенно не изменилась. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь. Враг обстреливал наши позиции вдоль всей линии фронта, а также в прилегающие к ней районы на всю глубину досягаемости своих огневых средств. На Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском. И теперь уже новом направлении, которое появилось. И ранее у нас было Южнобукское направление, теперь у нас на юго-западе страны появилось Таврийское направление. Это вместо Южнобукского, чтобы вы понимали. Там тоже начались, как и предполагалось, российские войска разворачивают артиллерию на левом берегу и начинают огневые удары по населенным пунктам. Если, допустим, Никополь и Марганец у нас продолжают обстреливать, то такие населенные пункты, как Золотая Балка и Михайловка, это для того, чтобы вы по карте могли сориентироваться, где это находится. Это прибрежные к Днепру на правом берегу населенные пункты. Они теперь попадают под огонь российской артиллерии. Так что вот такая вот ситуация. Далее на юг будут ли распространяться обстрелы? Да, думаю, что будут. Думаю, что по мере развертывания артиллерии на левом берегу российской, они будут обстреливать населенные пункты, в том числе и город Херсон. Так что Херсону надо готовиться к тому, что будут наноситься огневые удары по самому городу. В Брестской области Республики Беларусь, особенно в районах, где размещаются подразделения вооруженных сил Российской Федерации, которые туда прибыли, мы знаем, в количестве 4-5 тысяч человек, существенно возрастает социальная напряженность. В частности, местные больницы перезагружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках. Мы говорили с вами о том, что там простудные заболевания и заболевания желудочно-кишечного тракта, то есть дизентерия, в результате массовой антисанитарии в этих городках. Так вот, врачи вынуждены отказаться от услуг гражданам Республики Беларусь и нуждающимся в лечении, и приоритетам для врачей местные власти ставят оказание помощи российским военнослужащим, что создает довольно серьезную социальную напряженность. Кстати, это уже не первый раз в Беларуси, когда были бои на северном направлении, то есть под Киевом, раненых и убитых вывозили именно в Республику Беларусь. Раненых размещали в медицинских учреждениях, при этом выгоняли белорусов и запрещали обращаться, не пускали в эти медицинские заведения, а оказывали помощь российским солдатам. Сейчас история повторяется. Ну что ж, белорусы, видимо, очень терпеливый народ, пусть терпят дальше. 12 ноября в оккупированный Мелитополь Запорожской области прибыло очередное подкрепление с числа мобилизованных российских граждан. Указанная категория военнослужащих противника после прибытия в город закупает продукты питания, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков. Ну, это традиционно. Они их очень плохо кормят, очень плохо снабжают, поэтому они и... Ну, по поводу гражданской одежды, я так понимаю, что они закупают либо для того, чтобы утеплиться, потому что та форма, которую выдают, она не соответствует... Ну, у них нету, я не говорю уже там, допустим, о флисовых каких-то куртках, о термобелье. Нет, этого в российской армии абсолютно ничего нету. Они сами натягивают, покупают спортивные костюмы типа треники и натягивают на себя. Какие-то свитера там, куртки. Все это натягивается, потому что та форма, которую им выдают, ну, она не соответствует современным стандартам в плане теплой одежды в зимний период. Ну, еда, понятно, их очень, я сказал уже, со снабжением очень плохо. В основном их кормят сухпайком, то есть выдают сухпайок. И то не всегда, и то не каждому. А выдаётся там один сухпайок на 3-4 человека. Очень большой дефицит и большие проблемы. Вот они и закупаются едой. Ну, а водка, вы же понимаете, русский и водка, это два неразлучных понятия. Поэтому они... Кстати, в этом отношении у них здесь, я так понимаю, вольница, потому что спиртных напитков в Украине достаточно. Мы не такие жадные на не лепатки, на водку, ну, а для русских здесь, я так понимаю, алкогольный рай в плане приобретения спиртных напитков. По уточнённой информации подтверждено, что силы обороны ударили по району сосредоточения оккупантов в Херсонской области. Теперь мы уже говорим, кстати, обратите внимание, Херсонская область будет звучать, потому что часть территории Херсонской области находится на левом берегу. Поэтому мы продолжаем говорить о Херсонской области. Так вот, в районе населённого пункта Днепряны, кстати, тоже можете посмотреть на карте, я ниже скажу, на какой и где, вот, нанесён высокоточный удар по зданию, где находилось около 500 оккупантов. То есть, практически в этом здании размещался батальон. Помните, да, даже вы писали, вот зрители, особенно кто местный, писали, что размещают там в школах, больницах, в административных зданиях и так далее. Видимо, всё было, разведка это проверила, и высокоточный удар, я подчёркиваю. Это значит, что ракета легла ровно в то здание, которое надо было поразить. Так вот, по результатам, в город Таврийск вывезли два грузовика тел убитых российских, ликвидированных, уничтоженных, точнее, российских захватчиков. В ближайшую больницу доставлено 56 тяжелораненых, из которых ещё 16 умерли вскоре. Окончательная информация по потерям оккупантов уточняется. Так что, сообщайте, по возможности, видите, разведка работает, подтверждает, артиллерия завершает этот победный марш, или продолжает. За прошедшие сутки авиация сил обороны на Украины нанесла 13 ударов по противнику. Подтверждены 8 районов, поражение 8 районов сосредоточения личного состава вооружения и техники, а также 5 позиций зенитно-ракетных систем противника. Вот такие новости на сегодняшний день в военной обстановке сложились на всех оперативных направлениях в Украине. Что касается карты, хочу сказать, теперь буду давать постоянно в ссылке, в описании к этому видео, вы будете видеть ссылку на карту DeepState. Очень хороший проект, анимационный проект, имеет возможность отматывания обстановки, обновляется практически с небольшой задержкой в несколько часов. И вы можете в каждый день посмотреть, на каком участке было изменение линии фронта. Поэтому, вот то, что я здесь называю, пожалуйста, обращайтесь к карте DeepState, смотрите, там все понятно, все указано. Кстати, появился новый слой в карте, называется патоген. В левом нижнем углу карты вы увидите три кнопочки, нажимаете верхнюю кнопочку, и у вас появится цветовая гамма концентрации российских войск на территории Украины и в прилегающих областях Российской Федерации и Беларуси. Так что смотрите, для понимания, чтобы это визуально показывать, где какая плотность, чем желтее, тем плотнее наличие российских войск, фиолетовый цвет говорит о том, что их там давно не было замечено. Это не значит, что их там полностью нет, но их там давно не было замечено. Так что, сличайте сводку с картой и будете иметь полный объем информации. Теперь немного о военно-политических новостях, которые произошли за прошедшие сутки. Ну, выходные, как всегда, форумов не проводятся, политических новостей довольно немного, но тем не менее. Вчера были 262-е сутки полномасштабной войны России против Украины. И что мы видим? В центре Киева, в Киево-Печерской лавре, в нашей самой чуть ли не главной святыне, историческом наследии, идет богослужение в честь Российской Федерации. Прославляет Россию, и русская православная церковь Московского патриархата правит службу в соборе Киева-Печерской лавре в честь России. Я вообще не понимаю, почему они до сих пор еще пользуются нашими святынями, историческим наследием. Да, я знаю, что церковь у нас отлучена от государства, и государство не может вмешиваться в дела церкви, но, извините, у нас есть Минкульт, который заключал договора с этими патриархатами на эксплуатацию этих объектов. Почему до сих пор такое происходит, что в центре Киева идет служба в честь Российской Федерации. Вот это не хотелось бы услышать ответ от официальных лиц, особенно из Минкульта. Почему эти объекты эксплуатируются вражеской церковью. Далее, новость из-за океана. Довольно хорошая. Там была ситуация, помните, по выборам. Она касается... Была ситуация, демократы и республиканцы в Сенате, на выборах, в промежуточных выборах в Сенат, шли ноздря в ноздрю, что называется. 49 на 49. И все гадали, кто же получит... Получат ли демократы еще один голос. Почему? Потому что если они получают еще один голос, то ситуация в Сенате остается... Она сохраняет статус-кво. Тот, который был до выборов. Так вот, демократическая партия США сохранила контроль над Сенатом. В результате промежуточных выборов, получив 50 мест в верхней палате Конгресса США. Это означает о том, что места будут распределены 50 на 50. Но вы знаете, что есть еще голос вице-президента, который... Ну, а наш демократ, понятно, что она будет отдавать его в пользу демократической партии. Значит, Сенат остался под контролем демократической партии. Об этом сообщает нам издание CNN. Так что, никакого разгромного поражения на выборах не произошло. В Конгрессе, да, немножко поменяется конфигурация. Вполне возможно, что она будет... Ну, не вполне, а она будет в пользу республиканской партии. Но, опять же, перевеса коренного нет. И, насколько я понимаю, 218 голосов. То есть, большинство в нижней палате, в палате представителей Соединенных Штатов, республиканской партии взять не удалось. Так что, вот такие вот промежуточные, это все промежуточные результаты. Окончательные будут в декабре, как я уже говорил, месяцы. Далее. Ну, вот, британская разведка дает неутешительные данные по поводу российских войск на правом берегу реки Днебр. Как оказалось, что Российской Федерации понадобилось три недели, чтобы выйти из правого берега реки. По данным британской разведки, процесс вывода российских войск начался еще 22 октября. В принципе, я так проанализировал. Мы тоже об этом говорили. Говорили, что они выводят технику, заводят мобиков. Технику они маскируют под вывод эвакуации гражданского населения. Ну, получается, что фактически российское командование провело довольно успешную операцию по сохранению боеспособных частей всей группировки. Они спокойно вышли, и мы фактически добивали, били по хвостам арьергардные отряды, которые в основном состояли из мобилизованных, которых мы там и гоняем. Технику они все вывезли, артиллерия ушла вся. Десантные части ушли полностью с техникой и вооружением. Танки и боевые машины, пехоты, все было вывезено. То, что не успели вывезти, это небольшое количество, они в основном в этот раз уничтожили. Так что, вот такая вот ситуация. Далее. То еще одно сообщение из-за океана. Украина и Соединенные Штаты построят на территории Украины малый модульный реактор. Малые модульные реакторы это конструкции меньшие по размеру, чем обычные ядерные реакторы. Их могут монтировать в труднодоступных местах для стабильного и экологически чистого энергообеспечения потребителей, где возвести крупные атомные станции нет такой возможности. Ну, я так понимаю, что это, наверное, больше актуально для нас на сегодняшний день, когда энергосистема наша разбалансирована, когда она нарушается, поэтому, допустим, вот чтобы не было аварийных отключений для баланса мощности, вот такие реакторы для нас были бы очень и очень своевременными на сегодняшний день. Для того, чтобы запитывать проблемные районы и не как можно меньше отключать сети от общей энергосистемы. Единственный вопрос здесь возникает, насколько быстро можно это построить. Может быть, если это компактные реакторы, может быть, они есть где-то готовые, допустим, в США, и пароходами их можно перебросить и разместить. Потому что сама установка довольно компактная и довольно небольшая. Думаю, что может монтироваться в довольно короткие сроки. Ну и еще один очень интересный момент, который, на мой взгляд, произошел. Вчера в Соединенных Штатах вернулся на Землю беспилотный космический самолет США. Это Х-37БЕ, БИЕ и БИЕ, который провел на орбите 908 дней. То есть 908 дней, это его был полет. Миссия сверхсекретная, никто толком не знает, что он там делает. Одни говорят, что это связано с новыми видами вооружения. Другие говорят, что это связано с ведением разведывательной деятельности. Третьи говорят, что это испытания, проходят испытания в плане введения боевых действий в ближнем и среднем космосе. То есть там, где летают спутники, где летает МКС и все остальное. Так вот, впервые на его борту, вот в этом полете, размещался служебный модуль, который проводил эксперименты для научно-морской исследовательской лаборатории и Академии военно-воздушных сил США. Ну, в принципе, то, что я вам и сказал, как бы предполагаемые три варианта миссии этого челнока или самолета. Это самолет. Ну, примерно, в основном, все связанное с армией США. Кстати, в общей сложности этот космический самолет X-37BE пролетел более 2 миллиардов километров. И пробыл в космосе 3774 дня. Это имеется в виду за все время его эксплуатации. Ну, вот, 908 дней на орбите, это его последний полет. Он, кстати, вот запускался, да, чуть менее трех лет назад. Он приземлялся и через некоторое время улетел опять. Ну, что ж, на этом, как бы, военный, военно-политический блок мы закончим. Я, по традиции, сделаю паузу. Вы можете за это время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. Ну, а продолжим мы, как обычно. Вторая часть нашего с вами видео будет посвящена ответам на ваши вопросы, которые вы задали. И первым вопросом сегодняшнего дня будет опять вопрос про генеральный штаб. Вот, понравилось вам. Расскажите еще про генеральный штаб. И что это такое? Какие функции выполняет генштаб? Я так понимаю, что это что-то подобное мозгу армии. Очень интересно было бы послушать. Смотрите, да, вот так практически, как говорится, в каждом вопросе 90% есть самого ответа. Действительно, генеральный штаб это мозг армии. Это высший военный орган управления. Высший. Высший генштаба уже ничего нет. Все. Есть только главнокомандующий. Сейчас он, раньше он был в составе генштаба, как должность, я вам говорил, называлась НГШ-ВГК. То теперь ВГК, Верховный Главнокомандующий, это освобожденная должность. Он осуществляет общее руководство. Я так понимаю, его специально освободили для того, чтобы он был связующим звеном в системе военного управления между Верховным Главнокомандующим, то есть президентом, и генеральным штабом. Генеральный штаб управляет всеми вооруженными силами. Как в мирное, так и в военное время. В военное время он отвечает за всю войну, он планирует, организовывает и ведет боевые действия. Вот все, что вы видите на поле боя, вот эти все, вплоть до тактических эпизодов, это все разработано генеральным штабом. Ни одно подразделение не может пойти туда, направо, налево, вперед, назад, без распоряжения генерального штаба. И если мы на поле боя с вами наблюдаем картину тактических эпизодов, там штурмует населенный пункт, здесь мы обороняемся, там мы перегруппировываемся, то в генеральном штабе это все сливается в одну единую картину введения военной кампании, то есть в масштабах страны. Вот чем занимается генеральный штаб. У него есть представители всех видов вооруженных сил в генеральном штабе, есть представители всех родов войск, не все рода войск входят напрямую в генеральный штаб. Например, такие войска, как армейская авиация, они входят в сухопутные войска, в командование сухопутных войск, ими управляет. Ракетные войска и артиллерии, к величайшему сожалению, не буду сейчас рассказывать почему, но они оказались не в составе генерального штаба, а в составе командования сухопутных войск в свое время. Тогда еще аэромобильные, сейчас уже воздушно-десантные войска тоже в составе сухопутных войск. Хотя, на мой взгляд, все равно представители этих родов войск на военное время разворачивают свои оперативные группы в составе генерального штаба. Почему? Потому что все равно все решения принимает именно генеральный штаб, планирует именно генеральный штаб. Очень большой организм, очень сложный по своей работе, но тем не менее, они являются действительно мозговым таким центром, который еще и должен увязать боевые действия с логистикой. У них есть штаб тыла, штаб вооружения, через которые они контактируют с Министерством обороны, оно обеспечивает основные поставки, а уже распределение внутри вооруженных сил делают вот эти два органа военного управления, которые координируют генеральный штаб. Генеральный штаб вырабатывает концепцию и ставит общие задачи, дальше идет детализация. Вот что такое генеральный штаб. Действительно, это мозг любой армии. Иногда создаются оперативные штабы, вот когда воюет не вся армия, допустим, Соединенные Штаты, когда проводят там операцию в Афганистане, они проводили, в Ираке они проводили, ну в Ираке там было на базе многонациональной коалиции, вот, но в любом случае, они от Пентагона, они в Пентагоне создавали, допустим, оперативный штаб, который управлял этой операцией, для того, чтобы не задействовать весь Пентагон. Мы сейчас, у нас вся страна задействована в войне, поэтому у нас нет смысла создания таких оперативных штабов, мы, генеральный штаб, выполняет свою основную функцию по управлению войсками в войне. Следующий вопрос. Доброго времени суток. Вам не кажется, что Соединенные США играет по своему сценарию, и после посещения Саливана Киева складывается ощущение, что Америка хочет оставить путинский режим у власти, зная, что этот режим никчемный и для них никакой угрозы не несет, и не будет конкурентом в будущем, предполагая, что если режим сменится, то новая власть может оказаться успешной в правлении и развитии России, как вы думаете? Ну, теорий и предположений может быть миллион, и ваша версия тоже имеет право на жизнь. То, что Джейк Селиван приезжал не просто так, а скорее всего привозил какие-то варианты развития событий, я даже в этом не сомневаюсь. Какие именно, очень трудно сказать. Ну, судя по тому, что российские войска так быстро оставили правый берег, да, под нажимом наших вооруженных сил, да, они ускорили, может быть, просто ускорили принятие этого решения, чтобы не быть разгромленными окончательно нашими войсками. Но, тем не менее, это могло быть частью какого-то большого плана, какого мы с вами сейчас, я так думаю, что в ближайшие дни узнаем. Ну, во всяком случае, на сегодня можно точно сказать, что с Российской Федерации сняли очень много санкций. Очень много. И финансовые санкции им разрешают, золотовалютные операции Лондон теперь проводить, и нефть продавать России разрешили, и минеральные удобрения продавать России разрешили. Ну, у меня на страничке в Фейсбуке я разместил пост, там есть описание всех санкций, снятых с Российской Федерации, и там же есть ссылки на документы. То есть, это не просто домыслы человека, который изложил это все. Я перепостил, просто поширил у себя, расшарил, как говорится сегодня, современным языком у себя на страничке. Можете зайти, почитать, перейти по ссылкам, посмотреть все эти документы, какие преференции получила Российская Федерация в результате вот этой операции. Так что, посмотрим, куда клонят Соединенные Штаты, и какова ситуация будет вырисовываться в ближайшее время, особенно на линии фронта. Но судя по тому, что Россия на левом берегу строит неприступную линию обороны, то я так понимаю, что форсирование Днепра в ближайшее время не предусматривается. Расскажите человеку, не посвященному военную науку, почему в который раз ранее в Киевской области и в Харьковской области, сейчас в Херсонской вооруженные силы Украины не добивает отходящей группировки, а дает им уйти и снова появиться на других участках фронта. Ведь у нас и разведка, и спутники. Мы можем видеть их перемещение. Почему даем им уйти? Ну, ответ очевиден, значит так надо. Вот скажу, чтобы не применять слов режущих ухо, я скажу более мягко. Значит так было надо. Кому-то, если звезды зажигают, то кому-то это надо. И действительно мы ни под Харьковом, ни под Киевом, ни на правом берегу не разгромили основные боеспособные части вооруженных сил Российской Федерации. Теперь они могут появиться на любом оперативном направлении, которое есть на сегодняшний день на линии фронта от Харькова до, все равно до Херсона. Только теперь уже по левому берегу реки Днепр. Говорите, пожалуйста, о Марганце, Никополе и районе. Этой громаде достается каждую ночь территории Запорожской атомной станции. Дело в том, что они не всегда упоминаются в сводках. Я помню, вот как бы для себя я помню, но в сводке Генерального штаба очень редко вспоминаются ваши населенные пункты. Но я теперь понимаю, что теперь это все таврийское направление. Начиная от Энергодара и до Олешек, это все таврийское направление. Теперь оперативное и, видите, добавилась там Золотая Балка, Михайловка. Так что и постепенно от вас, от Никополя, от Марганца на Борислав, вот туда на юг идет. Россия развертывает свою артиллерию на левом берегу и начинаются обстрелы всех прибрежных населенных пунктов вдоль всей линии Днепра до Олешек включительно. Так что теперь, я так понимаю, к величайшему сожалению, но я так понимаю, что эти населенные пункты, в том числе и ваши, будут чаще встречаться в сводках Генерального штаба. Подскажите, правильно ли я понимаю, что с взятием Херсона вооруженные силы Украины берут под огневой контроль дорогу из Крыма, а также увеличиваются возможности для ракет Нептун? Да, вы абсолютно правильно понимаете. Теперь, размещая позиции южнее Херсона на побережье, мы имеем возможность огневым способом контролировать все поставки вооружений и техники личного состава из Херсона. Теперь единственный вопрос, насколько эффективно и как тщательно мы будем контролировать эти пути. Причем там же есть железная дорога, кстати, железная дорога это не намного легче ее уничтожать, чем, допустим, автомобильную дорогу перекрывать. На автомобильной дороге надо, как правило, мост или путепровод рушить для того, чтобы воспрепятствовать перемещению колонн. А по железной дороге достаточно повредить полотно и постоянно его держать в поврежденном состоянии, не давая восстановить ремонтной бригаде. Допустим, если приехали ремонтники, то пока они здесь восстанавливают, в километре от них можно нанести удар двумя-тремя ракетами и, точнее, снарядами от Хаймерса и повредить опять же железнодорожное полотно. Этот процесс может быть бесконечным. Главное, чтобы ни один эшелон не зашел с техникой и вооружением, не зашел из Крыма. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Вопрос. Вы неоднократно говорили, что необходимы точные координаты противника, чтобы работать по ним. Где же народный спутник? Он же, как я понимаю, должен обеспечивать данными в реальном времени. Какова вообще его роль в нашей борьбе с Россией? Почему мы регулярно видим только снимки с Максара, Пленет Лабс и так далее? Ну, я думаю, что насчет народного спутника надо задавать вопрос тому, кто его приобретал. Может, он сможет ответить на этот вопрос. Скажу то, что знаю я. Я знаю то, что никакой информации в открытых источниках об этом спутнике на сегодняшний день нет. Где он, что он. После того, как спутник был передан вооруженным силам Украины, точнее Министерству обороны Украины, то же самое, был шквал вопросов по поводу его роли и места. И тогда министр обороны Резников сказал, что он очень помогает. Вот все, что на сегодняшний день известно, а на самом деле где он, какова его роль и место в нашей системе разведки, к сожалению, сказать невозможно. Никаких данных про этот спутник нет. Что он себя представляет, где он, в чем он распоряжении и какую развединформацию он дает, на сегодняшний день никакой информации в открытом доступе не существует. Так что я вас просто отсылаю к тому человеку, который занимался вопросами приобретения этого спутника. Я думаю, он знает намного больше. Или министр обороны, который принимал этот спутник в распоряжении Министерства обороны Украины. Вот два человека, которые, скорее всего, могут дать ответ на ваш вопрос. При звільненні Херсону, по информации от Генерального штаба та новин загалом, великих боев під час звільнення не было. Чи могут наши силы стримко и надалее продолжать наступальні дії, если решить вопрос о переправе через речку? Если накопленные резервы втрат не понесли, возможно, мы сможем и выйти в ближний час на левый берег. Або ж зайти зі сторони Запоряжья на Мелитополь. Чи потрібно знову накопливати резервы, адже це час для росіян підготуватися і укріпитися на лівобережжі. Ну, дело в том, що російські війська вже накопились і укріпились на лівобережжі. Судя по тому, що сьогодні заявила британска розвідка, що вивод самих боєспособних частей і техніки цих частей начался ще 22 октября, т.е. у них було почти 3 недели на цей вивод, то я думаю, що лівобережжі вже укріплен дуже добре. І судя по тому, що артилляія вже починає працювати, там, чуть-чуть северне Новой Каховки, в районі Каховки, починає працювати по правому берегу реки Днепр, т.е. по нашим населенным пунктам і їх інфраструктурі, то інженерне сооруження і лінія укріплений вже фактично готова. вони тільки її заполняють. Тому на сьогоднішній день, я думаю, що нецелесообразно говорити о форсуванні Днепра, тому що це буде для нас катастрофа. Ми просто не доплувем до лівого берега. Росіяне вже стоять в жоскій обороне вдоль всій ліні лівого берега Днепра. відсіляє там гражданське населення, ви знаєте, полосою шириною в 15 км вдоль всій ліні. І займають жилье, жилой фонд і оборудують позиції по всій ліні Днепра. Так що сьогодні вже говорити о форсуванні, на мій взгляд, нецелесообразно. Якщо кассету «Хаймарс» закрепити к самоліту, я так понял, вся машина не нужна. Нужен некий пусковой блок і картридж. Наскільки возрастає дальності пораження чи ограничення «Хаймарс» зв'язані не з самою ракетою, а з прошивкою программного обеспечення. Діло в тому, що треба повністю міняти программне обеспечення. Надо создавати нове для системи управління огнем. Самоліт теж не може взяти і просто подцепити ракету і пустити її. Для того, щоб пустити ракету з самоліта, треба була встроена система управління огнем, которая предусматриває управління именно этим видом вооруження. Просто так нічого нельзя взяти і прилепити. Це модернізація і доволі серйозна модернізація. Тем більше, що міняється пусковая платформа. І тут же, якщо, допустим, в наземній установці «Хаймарс» снаряд срабатує запал і маршовий двигатель поджигається в самому пакеті, і снаряд сходит з направляющей, т.е. виходить із пакета, тільки набрав определенну тяговую силу, інакше він просто плюхнеться перед самим пакетом, якщо він буде постепенно набирати. Він стоїть на стопоре, коли тяговая ауксілия розвивається до определенного момента, срывається стопор і снаряд резко вилетає. Так работають все реактивні системи залпового огня. І, відповідно, на самолете треба робити те ж саме, щоб сначала набиралася тяга двигателя. Це дуже багато технічних нюансів. І це кардинально менеє порядок применення цих ракет. Тому я не думаю, що це може. Можливо, коли-то в перспективі, хоча, якщо вже цепляти на самолет, то треба цепляти крылатую ракету. Як я вчора розказував, американці пошли по принципу, ну, сколько може там, ну, Б-52 може взяти, там, по-моему, 8 ракет, якщо я не ошибаюсь. Ту-160 в России берет 12 ракет, у него барабан внутри стоит с крылатими ракетами. Як увеличити количество ракет в одному пускі, в одному залпі? Ну, американці взяли і придумали контейнер в транспортний самолет. Вот, вытягивает его, транспортник выбрасує контейнер, парашютна система, і ракети стартують, випадая із контейнера. Але це крылатый ракет, це фактически летаючі самолеты, а тут реактивний снаряд, тим більше, дальності у нього 75 км. Це кардинально все менеє. Скільки таких снарядів сможет взяти самолет? Или ради одного снаряда ми поднимаємо? Ну, як, це Росія може себе позволити. Кстати, я вчера рассказывал вам про МиГ-31, істребітель-перехватчик тяжелий, да, советський, що вони там прицепили к нему ракету «Кинжал». Так вот, некоторые летчики сказали, це все равно, щоб к автомобилю «Феррари» пристегнуть прицеп і кататися на нем. Не погоняєш, але зато їдеш. Вот по такому принципу. Може би, і снаряд «Хаймарс» то же самое для самолета для самолета може стати вот таким прицепом, который буде просто усложняти його експлуатацию. Ради одного снаряда или ради одной кассеты в шесть снарядів вы будете гонять целий самолет. При дальности все равно, ну, 70 км. Ну, пусть они с высоты на 100 км полетят. А системы ПВО дальнього радиуса действия начинают сбивать самолет с 200 км. Так какой смысл? Вот такой интересный вопрос. Что значить законы и обычаи войны? Объясните, пожалуйста. Дело в том, что после Второй мировой войны были прописаны, после Первой мировой и после Второй мировой войны в международном праве были выписаны целый ряд правил и обычаев войны. Где предусматривается, где есть четкое понимание, что является легитимной целью для военных, что является нелегитимной целью для военных, как относиться к военнопленным, как относиться к гражданскому населению и как относиться к объектам критической инфраструктуры. Так вот, в этих правилах все это расписано. Что, допустим, солдат армии, любой армии мира является комбатантом и он выполняет приказ. Он находится под силой закона, силой приказа. Когда он попадает в плен, мстить ему или вымещать на нем свою злобу категорически запрещено. Его защищает Женевская конвенция по обращению с пленными. Он комбатант, он выполнял приказ. Наемник подлежит ликвидации и не подлежит никакой... Кстати, солдаты, если они лично не совершали... И офицеры, в том числе, если они лично не совершали военных преступлений, то есть не убивали гражданских, не применяли пытки гражданским и не мародерствовали, то они автоматически подлежат амнистии по окончанию военного конфликта. Гражданское население нельзя применять огневые средства по местам проживания гражданского населения, по местам большого скопления гражданского населения, обстреливать жилые кварталы. Это считается нелегитимной целью, то есть это относится к военным преступлениям. Легитимной считается цель, которая носит военный характер. И вот таких вот правил, вот это все расписано в международных нормах, правил, и этот свод называется вот законы и обычаи войны. То, что постоянно акцентирует свое внимание генеральный штаб в своей сводке на порядок ведения войны. Россия воюет абсолютно в разрез, абсолютно против, наоборот. Наоборот, вот эти законы, правила и обычаи ведения войны Российская Федерация использует для ведения войны. То есть они их умышленно нарушают, понимая, что это самые болевые точки, понимая, что это самая беззащитная часть населения. Они же не бьют по... Они не могут, допустим, найти наши склады. У нас логистика построена совсем по-другому. Они не понимают, до сих пор, кстати, не понимают, как построена наша логистика. Поэтому они что делают? Они бьют по объектам критической инфраструктуры, которые... Это энергосистема, это тепловая генерация, вот, это жилые кварталы, вспомните сколько раз. Это большие скопления гражданского населения, те же супермаркеты, вспомните, да? Они обстреливали... Так что они, наоборот, они совершают военные преступления, они идут методом огневого террора населения Украины, нас с вами. И за счет этого они пытаются добиться победы. То есть, лозунг «все для победы, вплоть до предательства» для них это лозунг повседневной войны. К сожалению. Ну, так действовали, так действовали фашистские режимы и в Италии, и в Германии, и в Японии. В свое время, когда там развивался фашизм. Вот. Но то же самое делает сегодня Российская Федерация, к величайшему сожалению. Но они есть, они все выписаны, и все это прекрасно понимают. Единственное, что Запад реагирует очень вяло на это, хотя помогает нам собирать доказательную базу. Работают представители правоохранительных органов и прокуратур разных стран по сбору и обобщению военных преступлений, совершенных Российской Федерацией на территории Украины для Международного уголовного суда. Почему вы никогда не рассказываете, не обозреваете то, что происходит в Горловке? Вы считаете, никому не интересно, что в этом городе происходит? А у меня встречный вопрос. Расскажите нам, а что происходит в Горловке? К сожалению, из разведданных Горловка упоминается очень редко. Я знаю, что мы наносим огневое поражение объектам в промзоне, там, где находятся склады и там, где размещается гарнизон 1-го армейского корпуса, так называемый ДНР. Это же там же главный военный гарнизон это Горловка. И я знаю, сейчас засветилась Горловка в сводках, в российских, кстати, сводках засветилась, наша разведка говорит об этом. Дело в том, что вот эти мобики, чмобики на Харьковском направлении, там, где мы их серьезно погромили, и они кинули свои позиции и разбежались, так вот, не знаю, по какой такой причине, но они аж из Луганской области, Харьковской даже, на границе Харьковской и Луганской области, вот, например, из-под Сватова, они бегут почему-то в Горловку. Не знаю, почему, чем их туда тянет, и вот эта Росгвардия, которая выполняет функцию военной полиции, там, отлавливает этих чмобиков в районе Горловки, там у них, как бы, такой, ну, сборный пункт. Они их отлавливают, возвращают их на позиции, амуницию и оружие выдают уже непосредственно возле боевых порядков, и опять отправляют в окопы. Вот, к величайшему сожалению, в открытом доступе другой информации про Горловку на сегодняшний день не было. Если вы будете писать это в своих комментариях, если вы там проживаете, это вообще прекрасно. Я, пожалуйста, я буду озвучивать, я думаю, что всем будет интересно, что делается на оккупированных территориях, тем более, что Горловка, она практически сливается в одну агломерацию с городом Донецк, и мы примерно можем ориентироваться по ситуации в Горловке, можем ориентироваться и тому, что происходит в Донецке. Так что, включайтесь в работу, давайте, давайте данные, будем, будем обозревать, как вы написали. Ваше голосование привело в ярость израильтян, теперь только откройте рот, что вы от нас чего-то хотите, а то уже даже требовали, на каком основании непонятно, мы вам ничего не обязаны. Речь идет, давайте я поясню, в ООН опять состоялось голосование, там была принята антиизраильская резолюция по вопросам урегулирования арабо-израильского конфликта. К величайшему сожалению, Украина проголосовала вместе с Российской Федерацией в унисон против Израиля. Да, есть основания у израильтян говорить теперь вот такие, или писать нам такие слова. к величайшему сожалению. Но вы знаете, я думаю, что тут только сам пан Кислица, который нажимал на кнопку, может ответить на вопрос, кто ему дал команду голосовать именно так. Я уже объяснял вчера, во вчерашнем выпуске, что, смотрите, у дипломата нет своего мнения. Вот чем характерна дипломатическая работа? Тем, что у дипломата не может быть своего мнения. дипломат обязан выражать мнение государства. И это мнение государства ему доносит кто политическое руководство страны. Но дипломатам могут напрямую те, кто уполномочен, могут напрямую дать команду говорить то-то или нажимать ту или иную кнопку. Так вот, я думаю, что здесь наш МИД остался за бортом, как обычно. У нас же все идет в ручном режиме управления страной, особенно в таких щепетильных вопросов. Поэтому надо искать в тех органах центральной власти, хотя эта организация вряд ли является органом власти вообще-то. Но я думаю, что надо искать именно там, где могли бы поднять трубку, позвонить и сказать, завтра будет резолюция номер такая-то, ты проголосуешь за или ты проголосуешь против. И, соответственно, такой результат мы увидели на табло в организации объединенных наций. Я думаю, что это какая-то политическая интрига, которую ведут из нашего высшего политического органа. Вы завжди были очень категоричны в своих утверждениях, что Россия не сдаст Херсон без бою. Вы говорили про это буквально за день до входа в Збройных сил Украины в Херсон. Что, по-вашему, таки, смусило Россию отступить, что настолько разумею с військовой точки зрения есть полным провалом для них? Я бы не сказал, что полным провалом для них. Я бы сказал, что Россия сохранила самую боеспособную, самую большую по численности группировку войск с правого берега прекрасно, спокойно вывела за три недели, как сейчас сообщает наша британская разведка, с 22 октября по 10 ноября они спокойно вывели все свои войска, которые им необходимо было оттуда вывезти, с минимальными потерями техники личного состава. Видите, иногда в войну вмешиваются непредсказуемые события, которые предугадать практически невозможно. я уже сказал и адресовал чуть раньше отмотайте был этот вопрос, я сказал, какие преференции получила за это Российская Федерация. Что это было, очень трудно сказать, но с точки зрения военной, здесь я думаю, что военного практически ничего нет. Здесь исключительно политическое решение этого вопроса. Кто решал на каком уровне, то же самое, я думаю, что это мы узнаем с вами намного позже, может быть, после окончания войны, а может быть, и не узнаем этого никогда, в зависимости от обстановки, которая будет складываться в нашей стране. так что либо, либо, ну, будем так говорить, либо ищите и вы найдете, да, искать и не сдаваться, такой вот, и тогда вы найдете ответ на свой вопрос, либо принять так, как есть и сидеть и воспринимать реальную действительность, не имея возможности, такой, какова она есть, не имея возможности повлиять на ход событий. Но, еще раз повторюсь, что событие было неординарное и не военное. Вот, это, это мое личное мнение. Это было политическое событие, политический шаг, политический жест, как хотите это называйте. Но, здесь одна сплошная политика. Войны здесь практически нет. Что мы с вами увидели? Никаких боев, никакого обороны, никакого сражения за Херсон не произошло. Ну, что ж, на этом мы, наверное, закончим и вторую часть нашего с вами видео, а именно вопросную, и перейдем к заключительной третьей части, это оглашение приветствия, которое вы прислали сегодня, и я их зачитаю, для того, чтобы они их услышали все. и так, Доброго вечера, мы из Дніпра, но живем в Польше, помогаем нашим войсковым, купим на замовленные необходимые вещи и одежды. Большинство из них приготовляют в Украине, но купим это в Польше, потому что в Украине нет, а больше дороже стоит. Как так? Нам не важно, мы это с удовольствием, але выходит довше логистично, дякуям вам. Ну, это, кстати, вот парадокс нашей страны, да, если ты хочешь купить что-то в Украине, это стоит просто дурных денег. Если ты хочешь купить это по нормальной цене, ты едешь в ту же Польшу, ну, в Европу, да, там приобретаешь, ну, тогда у тебя возникает лак, временной лак по логистике. И иногда затраты по логистике тоже накладывают на увеличение цены, но не такой, как в Украине. Это парадокс. Не знаю, с чем он связан, почему у нас такая ситуация сложилась, но даже, действительно, вещи украинского производства с разницей в цене в несколько раз в Украине приобрести дороже, чем, допустим, в той же Европе. Дякую за новыны. Следкую с Чехии. Добра праця. Божего благословения Украине. Бережи вас Господь. Нески уклин воинам. Слава Украине. Побед без потерь. Слава Украине. С наилучшими пожеланиями. Побед из Шотландии. Вам благодарность. Спасибо. Без тепла юг Украины не останется. Нам нужны только солнечные батареи, а наши кулибины поработают на славу. Солнышка у нас в Херсоне и Закарпатской областях очень много. Ранее нам не давали прихвостни Ахметова и Фирташа устанавливать солнечные батареи на домах. Думаю, что сейчас пришло наше время. Благодарю за информацию. Добрый вечер. Мы из Латгалии. Спасибо за информацию. Слава героям в сырых окопах. Благодаря вашему героизму я пока спокойно сплю и не сплю. Молюсь и грешу в своей кухне на диване. Борюсь с пятой колонной в своей земле как могу. А она а она сука сильная. Но точно знаю, что перемога за справедливостью. Когда когда-нибудь в своем эфире в части поздравлений упомяните Латгалию. Она борется вместе с вами. От себя лично иду на службу. Вот такое поздравление из Латгалии. Поздравляем Украину и ее народ и защитников. Огромная часть болгарского народа около 70% вас поддерживает. К сожалению у наших политиков соотношение прямо противоположное. По мере приближения вашей победы над расистами приближается и крах расистской пятой колонны в Болгарии. Я каждый день слежу за вашими анализами военной ситуации. Спасибо. Вечная слава героям Украины. Спасибо украинцы. Вот какой поворот истории. В 21 веке начинаются возводиться стены, рвы и другие ограждения. Как в древние времена дожила Российская Федерация и Беларусь. Что от них отгораживается. Стыдоба и позор. Да действительно как в древние и средние века ров колючей проволоки не было. Там был частокол. Сейчас это бетонный забор с колючей проволокой и ров. Ну тогда как писали вы же писали там кто-то из зрителей написал ров с крокодилами. Ну теперь мы бетонный забор с пулеметами. Вчера плакала пив дня. Ведь счастье слава героичному Херсону слава Сбройным Сылом Украины. Дякую Португалию. Крыму приготовиться вернуться домой. Наслаждаюсь воем на болотах. Просто не могу остановиться. Прям сказка колобок. Я из Киева ушел, я из Харькова ушел, я из Херсона ушел и из Крыма уйду. Вот так перефразировали сказку про колобка. А еще продолжение. Не надо останавливаться, не дать врагу, перевести дух и подтянуть портки. Ну вот такое окончание. Здравствуйте, я из-за войны временно проживаю в Молдове. Каждый вечер наблюдаю, как летают полицейские квадрокоптеры, которые следят за порядком. Ведь можно и у нас в Украине это модернизировать и в полиции, не выходя из участка, и видеть, что происходит в определенном районе и также на границе с Россией и Белоруссией. Спасибо за ответ. Смотрите, я так и думаю, что там же не только забор строится, там же и системы сигнализации и оповещения, и системы разведки, видеонаблюдения, все это устанавливается. Все это будет, будет следить, где кабанчик прошел, где косуля пробежала, или лось пошел попастись в ту или другую страну. У них нет загранпаспортов, они свободны, у них безвизовый режим. А если диверсант, то, конечно, мы его будем встречать, примем с нашим радушием, как мы это умеем. Добрый вечер, Олег, я из Румунии, город Бухарест, а сам родился в Молдове. Поздравляю вас, мы тримаем кулаки за вас, все будет Украина, будьте сильными, ждем дальнейших побед. Как же радостно слушать вас сегодня, спасибо, привет из Канады, слава Украине. Дякую, дорогие воины, повертайтесь живыми, из Молдовы, с Украиной в сердце, Украина победит. Поздравляю Украину с возвращением Херсона в родную гавань, грузинский народ ликует вместе с вами, великая Украина, вы, спартанцы, 21 века, вольные, свободолюбивые воины света, окончательные победы над нашим общим фашистским оккупантом. Вот такое из Грузии приветствие. Киев, если вы и дальше будете отказываться от переговоров, то мы оставим Крым, продолжал угрожать Украине Шойгу. Вот такая вот шутка от вас. С наилучшими пожеланиями из Испании народу Украины Украина переможе. Казахстану Искренние поздравления украинскому народу Все будет Украина Украинцы Данки Алга Украина Слава Украине Слава ее доблестным защитникам Слава вооруженным силам и героям Слава Перемога Украины и возвращение всех оккупированных территорий Раши скорейшего и позорнейшего поражения Вот такое из Казахстана Привет из Днепра Слава Украине и нашим воинам-героям Скорейшей нам победы Добрый вечер Расскажите еще про Ну это уже вопрос который я сегодня отвечал Ну что ж На этом мы будем заканчивать наше с вами видео Я благодарю за ваше время что вы досмотрели его Еще раз приглашаю кто не подписан подпишитесь Поставьте лайки те кому понравилось это видео чтобы его могли увидеть как можно больше людей Огромная благодарность спонсорам и тем кто поддерживает канал Благодаря вашей поддержке у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины перемога за нами слава Украине Продолжение следует...